Добрый день, дорогие сестры, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы с вами проводим очередной семинар, посвященный духовным основам милосердия. Вопрос, конечно, очень важный, особенно сейчас в дни Великого Поста, как служить ближним, как научиться быть милосердными, потому что это прямая заповедь Божия, будьте милосердны, как и Отец Ваш Небесный, милосердие есть. Мы с вами в неделю о страшном суде слышали слава Божие, когда Господь говорит, придите ко мне благословенные, потому что вы посетили больного, накормили голодного, проявили милосердие. Мы с вами все стремимся к этому, но понимаем, насколько это сложная задача, насколько трудно быть по-настоящему милосердным человеком. Потому что наша человеческая природа повреждена грехом, повреждена страстями, гордыней, самолюбием, саможелением, и от этого служить ближним бывает очень сложно, очень трудно. Особенно тогда, когда это связано с какими-то трудностями, физическими трудностями, материальными, и с трудностями нравственными. Когда тот ближний, которому мы хотим послужить, совсем не проявляет к нам ни любви, ни сочувствия. Когда этот ближний никак нас ничем не благодарит, тогда действительно мы не можем служить милосердию. Внутри нас все сопротивляется такому милосердию. Мы говорим, а как же так? Мы заботимся, мы помогаем, мы отдаем себя людям, а в ответ ничего не получаем. Действительно, наверное, это самое сложное, когда мы не получаем ответа, когда мы не получаем благодарности от тех, кому мы служим. Но ведь это и есть главное условие, что мы служим для спасения своей души, мы служим не ради награды, не ради утешения, не ради того, чтобы нас оценили, похвалили, а ради того, чтобы Господь принял наши труды, чтобы Господь просил наши согрешения, чтобы Господь принял нас в Царство Небесное. Это как раз и является главным признаком того, что наше служение угодно Богу, если мы не получаем от Него какой-то явной награды и благодарности сейчас, прямо сейчас в этой жизни. Как говорят святые отцы, если ты не получил никакого воздаяния в свои добрые дела, значит Господь воздаст тебе стариться, значит Господь принял твой труд, твой ходник. Поэтому мы можем быть спокойными, мы можем рассчитывать на то, что мы служим не своему тщеславию, не своему самолюбию, а служим настоящим ближнему, служим Богу. Есть, конечно, много таких внешних сторон, так, как проходить это служение правильно. Есть много правил, много принципов, как нужно помогать ближним. И об этих правилах и принципах мне хотелось бы вам сегодня напомнить. Я уверен, что вы это хорошо, прекрасно все знаете, но напомнить лишний раз об этом, конечно, стоит. Ну, конечно, прежде всего для меня, как больничного священника, ближе всего больничная тема. Поэтому я буду говорить о служении в больнице, о служении людям, которые страдают, которые находятся в тяжелом физическом состоянии и в тяжелом духовном состоянии. Прошедший год пандемии нам показал очень много, научил нас очень многому. И научил нас тому, как человек может меняться в результате болезни. С одной стороны, он может ощущать себя ближе к Богу, может начать задавать себе вопрос, а что есть истина, как покаяться в грехах, а как ощутить помощь Божию. А с другой стороны, в результате физических страданий человек может озлобиться, может впасть в уныние, может начать роптать и унывать. Вот это, наверное, самое сложное, когда мы встречаемся в такой ситуации, когда человек находится в унынии, когда ему ничего не надо, когда он раздражается, обижается на любое доброе слово. Это значит, что такому человеку особенно нужна наша забота, наша поддержка. Но как это сделать? Как это сделать так, чтобы человек принял эту помощь? Обычно, когда сестры милосердия, помощники священников приходят в больничную палату, они задают один и тот же вопрос. Не хотите ли вы побеседовать со священником, не хотите ли исповедоваться, причаститься? Очень часто эти вопросы людьми, которые находятся в палате, воспринимаются как какие-то геновные фразы, как некое предложение духовных услуг. И многим это неприятно. И иногда говорят, опять вы тут что-то ходите и предлагаете, нам ничего не нужно. Понятно, что любой человек нуждается в духовной поддержке. Но вот, да, он слышит такие вопросы, он может отвернуться, он может воспротивиться. Поэтому, начиная свое общение с пациентами в палате, мы, как правило, такие вопросы стараемся не задавать. Стараемся подойти просто и спросить, как у человека дела, как его состояние. Может быть, ему что-то нужно. Может быть, нужно что-то передать его родственникам. Или, может быть, надо обратиться на пост медсестре и что-то, чтобы помочь, получить помощь от медсестры. Такие вопросы общие, наводящие, они помогают установить контакт с пациентом, помогают нам вступить в разговор с человеком. И тогда уже, если человек почувствует нашу расположенность, наше искреннее желание ему чем-то помочь и поддержать, он сам задаст нужные ему вопросы. Он сам спросит, откуда вы, если узнает, что из храма, спросит о возможности беседы со священником и так далее, и так далее. Но важно начать этот диалог, начать с самых простых вещей. Как правило, если мы настроимся доброжелательно, настроимся с терпением к общению, то обязательно этот диалог получается. Это первые шаги, первое, с чего мы обычно начинаем. Конечно, посещая стационар, мы должны помнить и о правилах поведения. О том, что мы не можем вмешиваться в работу медицинских сестер, мы не можем ничего там самовольно делать, например, снимать маску с пациента, который уходит с кислородной маской, развязывать ему руки, что-то менять там у него. Мы все можем, мы можем только общаться, только беседовать. Или, в крайнем случае, передать медицинский сестер на посту, что хочет пациент. Мы можем его попоить, мы можем поправить подушку, и все. Но, тем не менее, это наше посещение очень важно для него. Так что, безусловно, что мы все нуждаемся в общении, особенно в тяжелый период нашей жизни, когда мы испытываем одиночество, страх, уныние. Особенно важно, чтобы кто-то рядом с нами находился, кто-то рядом хотя бы просто выслушал нас, кто-то нас просто поддержал, кто-то нам оказал свое сочувствие, поддержку. И вот в этом и заключается наше служение милосердия в больнице, что мы стараемся человека поддержать. Как-то мы встречались с таким известным человеком, который более 30 лет занимается хосписами. Это Фредерико де Граф, который рассказывал о своем опыте, о своей работе. Она сказала такие слова, что раньше, когда я только-только начинал эту работу, я много старался с пациентом рассказать о христианстве, о вере, о молитве, о покаянии. А сейчас, с каждым годом, я больше и все больше и больше понимаю, что самое главное выслушать, самое главное находиться рядом со страдающим человеком. И поэтому я стараюсь больше молчать, больше слушать, больше просто соприсутствовать и сопереживать страдающему человеку. Она работает с тяжелым пациентом и хосписом, и как никто другой понимает, что значит находиться рядом со страдающим человеком. И вот этот принцип, принцип выслушать, принцип быть рядом, очень важен для больничного служения, очень важен для служения милосердия. Безусловно, что люди, которые попадают в больницы, они все разные. И в духовном плане они разные. И не всем можно одинаково говорить и рассказывать о таинствах, о молитве, о вере. То есть надо задать такие вопросы, которые помогают определиться и понять, на какой стадии духовной жизни находится человек. Если он только начинает свой путь к Богу, то, наверное, не стоит сразу говорить ему обо всем, что сам знаешь. Не стоит ему говорить сразу о таинствах и святого причащения. Потому что это трудно понять малоцерковному человеку, что это за таинств. Как правило, люди, которые в первый раз об этом слушают и не готовы слышать об этом, они воспринимают это просто как красивый ритуал или как что-то такое дают проглотить, как таблетку. И, может быть, мне станет легче. И в коем случае, конечно, не нужно, чтобы у человека создалось такое мнение о святом причастии. Поэтому не стоит преждевременно об этом и говорить. Вообще надо говорить то, что в данный момент сейчас волнует человека, то, о чем у него возникает вопрос, к чему он сейчас сам стремится к ответу, на какие вопросы он стремится. Поэтому надо прислушиваться и понять, что готов слышать человек. Очень полезно, например, что-то человек прочитать из Евангелия или спросить у него, читал ли он Евангелие и вообще как он воспринимает эту книгу, как он вообще воспринимает свое общение с Богом. Очень хорошо поговорить о его близких, спросить, а какая у вас семья, какие у вас взаимоотношения в семье, как ваши дети, как ваши внуки. Это может расположить и помочь человеку раскрыться. И тогда мы почувствуем, поймем, в каком утешении, в какой помощи и поддержке нуждается этот человек, этот пациент. В те дни, когда мы сейчас посещаем тяжелых пациентов реанимации, часто священники и помощники священников сталкиваются с таким моментом, что родственники просят что-то передать больным, поскольку не всегда у них есть связь по телефону. А сами пациенты тоже просят передать родственникам. Как правило, это слова о том, как мы их любим, с просьбой о том, чтобы они молились, с просьбой о прощении. И вот сестры милосердия могут быть таким связующим звеном, чтобы передать родственникам или передать больному какую-то весточку, какое-то теплое слово, теплый привет от родных людей. Вот это вот тоже часть того, что мы можем сделать для наших центров, часть того, чем мы им можем послужить. Безусловно, если уже разговор зашел о таинствах, о выставите, то надо помочь человеку подготовиться к исповеди. Но делать надо это очень деликатно. Не навязывать человеку список грехов и стараться из него вытащить какие-то греховные поступки, воспоминания, чтобы записать и облегчить себе работу, чтобы человек был готов исповелся. Важно, чтобы сам человек приносил Богу покаяние. Важно настроить человека на покаяние, а не составлять вместе с ним список грехов. И поэтому достаточно, если мы просто расскажем о своем опыте первой исповеди, расскажем о том, как мы каемся, как мы исповедуемся, что мы ощущаем при этом, что для нас при этом очень важно. То есть поделимся своим опытом. Вообще всегда есть такое правило, что надо говорить только то, что ты сам испытал, то, что ты сам знаешь. Когда эти слова будут правдивыми, настоящими, когда они будут восприниматься как истины, когда они затронут сердце другого человека. Но говоря об Исповеди, нужно делиться своим опытом, делиться о том, что мы сами пережили и испытали. И очень деликатно относиться к тайне, к личной жизни человека. Потому что все равно тайна Исповеди сохраняется. Не стоит уж прям вторгаться в чужую жизнь, допрашивать о грехах, пытаться все узнать, все разложить по полочкам. Это тайна человека. Человек сам откроет себя. Человек сам раскроет свое сердце на Исповеди так, как он будет к этому готов. Потом ведь достаточно просто ощутить состояние этого человека, его покаянное настроение. Если мы это ощущаем и понимаем, то, собственно, уже наша задача выполнена. Человек уже готов к тому, чтобы приступить к тайне, к тайне, к тайне. Хорошо, если мы имеем возможность побыть с этим пациентом и почитать его молитву перед Святым Причечением. Хотя бы несколько молитв. Хорошо, если мы можем почитать ему Евангелие. Хорошо, если мы можем вместе с ним помолиться. Так, чтобы облегчить самому человеку этот молитвный труд, эту подготовку молитвы. Ну и чтобы показать, как вообще, как надо молиться. Вот это вот очень важно. Быть вместе с человеком тогда, когда он готовится к тайне. Если пациентов много и многих надо подготовить, хорошо их объединить, собрать несколько человек, если они могут это сделать. Например, в конфете, в холле, в коридоре, около поста медсестры. И там вместе помолиться, вместе общаться, побеседовать. Тогда, как бы, облегчим себе работу. Тогда мы сможем быстрее людей подготовить к тайне. Следующий этап, это когда вот мы уже, у нас есть список пациентов, которые хотят собраться и причащаться. Когда мы составляем для священника маршрут, куда идти. В первую очередь, в вторую, в третью. Когда много желающих предметайства, конечно, здесь необходимо помощь требований сестры, помощь священника. С одной стороны, чтобы направить священника по нужному маршруту, а с другой стороны, чтобы заранее предупредить людей, поскольку и когда придет священник, чтобы они не беспокоились и напрасно не ждали, чтобы они точно знали, что вот сейчас он находится в этом отделении, а через какое-то время придет это нам, чтобы не волноваться. Заранее можно обсудить вопрос, может ли человек поститься, ничего не вкушать, или ему необходимо перед лекарствами, или выпить воды, или даже покушать. Тоже в зависимости от болезни, от состояния пациента, эти условия могут быть разными. Когда человек болеет тяжело, например, сахарный диабет, конечно, предпричастием тоже приходится ему что-то и поесть, например, таблетки, лекарства. Есть и другие заболевания, во время которых нельзя голодать. Конечно, мы все это должны учитывать. Таким образом помогать людям, чтобы они не волновались, чтобы они не воспринимали свою немощь и необходимость принимать лекарства как препятствие к участию в таинстве. Точно так же часто задают вопрос, если вот критические дни у женщин, можно ли причащаться к больнице. Если это связано с болезнью, с болезненным состоянием, то, наверное, можно, потому что это болезнь. Так же, как кровотачивая женщина прикоснулась к Господу и получила исцеление. Такие моменты, они мы должны учитывать, чтобы больным помочь, облегчить этот путь к аисту. Потому что и так у них много страхов, много опасений, особенно когда они приступают к этому в первый раз. А если еще возникают какие-то сложности, то это совсем их может отвратить и помешать им причаститься к Святой Христу. Есть очень такой деликатный вопрос по поводу телефонов. Часто телефон облегчает нам связь с пациентом, и мы иногда эти телефоны берем, чтобы заранее предупредить людей, что вот в восторге идет священие. Но делать это нам тоже деликатно, потому что не все хотят давать свои телефоны лично. Только при условии, если сам человек соглашается, хочет, можно брать у него телефон. И уже этим телефоном, конечно, пользуются тоже деликатно, чтобы не навязываться, не нарушать покой человека, а использовать этот телефон только в крайних случаях, когда это действительно необходимо. Бывает, что в некоторых больших отделениях, когда много исповедников, причастников, все пациенты собираются вместе, например, у Фетчи. Тогда очень удобно требуя сестре, рассадив всех, начать читать молитвы в общей костном пресечении, в то время, когда священник поучили исповедовать пациенту. И экономится время, и священник может спокойно беседовать с человеком, исповедовать, не боясь, что кто-то услышит исповедь. Но это вот тоже очень удобно и очень полезно. Это большая помощь священник, когда древняя сестра может во время исповеди читать молитвы. Таким образом люди молятся, они не беспокоятся, не нервничают, что какая-то задержка. Все спокойно готовятся к пациенту. После того, как люди причастились, исповедовались, конечно, они должны почувствовать, что совершилось некое великое событие. Нужно людей поздравить, нужно как-то их подбодрить. Вообще, многие воспринимают китайство, как последнее напутствие умирающих. Конечно, это не так, мы с вами прекрасно знаем. Но у многих есть стереотип мышления. И мы должны им объяснить, сказать, что если пришел священник вас исповедовать, а причстить, это не значит, что вас провожает в дальний путь. Это значит, наоборот, что мы молимся Бога о укреплении ваших телесных и духовных сил. Молимся о том, чтобы Господь дал вам время на покаяние, чтобы Господь укрепил ваши силы. Очень важно после исповедительной части поздравить и пожелать им духовной радости, бодрости, поддержать их, укрепить их веру. После того, как мы посетили пациентов, если человек остается еще в больнице, еще продолжает болеть, тяжело мы стоим, хорошо как-то с ним поддерживать связь. Либо по телефону, либо периодически его навещать в отделении, заходить и спрашивать о его состоянии, не бросать человека. Потому что одного визита, одного разговора бывает очень мало. И часто так случается, что люди, которые особенно расположились и первый раз, может, исповедовались, расположились в молитве духовной жизни, они нуждаются все больше и больше в поддержке. Они нуждаются в том, чтобы кто-то дальше вел, кто-то их дальше поддерживал. Это бывает даже более сложно, чем встретиться один раз с человеком и потом про него забыть. Потому что возникают новые вопросы, возникают новые какие-то недоумения, и мы должны человеку помогать эти вопросы решать. Вот таким образом мы работаем в больнице. важный момент в нашем взаимоотношении с администрацией, с персоналом в больнице. Здесь, конечно, не должно быть никакого самовылия, должно быть полное послушание условиям стационара, соблюдение всех санитарных требований, всех требований просто этических, потому что, например, нельзя у врачей спрашивать о состоянии пациента, потому что по закону все равно врач не имеет права говорить о состоянии здоровья своих пациентов, кроме как родственников. Поэтому, если вы спрашиваете о его состоянии, то вы вызовете только раздражение со стороны врачей и медсестер. Лучше этого не делать. Если кто-то из персонала расположится к вам, он может сам сказать, что знаете, этот человек очень слабенький, поэтому обратите внимание. Но самим спрашивать диагнозы не нужно. Тем более, ни в коем случае нельзя передавать родственникам то, что мы услышали от врачей. Это будет нарушение закона, это будет нарушение врачебной тайны, это будет неэтично. Поэтому здесь будьте очень осторожны, деликатны. Но как же быть, родственники же спрашивают, вот вы видели нашу маму, нашу бабушку, как она себя чувствует, какого она состояния, что говорят врачи. Надо отвечать очень корректно, очень деликатно, говорить только то, что мы сами видели. Скажите, вот, да, вот она с ней разговаривает, она в сознании, она может разговаривать, она первый раз исповедовалась, причастилась, она улыбнулась, она говорила о том, как она вас любит. Говорите то, что вы видите, то, что вы точно знаете, но в медицинской области торгаться не надо, потому что это уже нарушение закона. Есть еще один вопрос, который очень важный и очень-очень деликатный вопрос. Я недавно с этим сам столкнулся и понял, насколько это серьезно. Вопрос тогда, когда пациент уходит из жизни. У меня был случай, я пришел в реанимацию, пришел для того, чтобы исповедовать, причастить, оказалось, что пациент уже отошла ко господи. Только-только, буквально, я еще застал ее на кровати. И потом я думаю, ну вот, как говорить родственникам или не говорить, потому что я первый кто об этом узнал. Хорошо, я все-таки решил подойти и спросить у лечащего врача, можно это делать или нельзя. И он мне ответит, что это делать категорически нельзя, запрещено. Об этом говорит только медицинский сотрудник, только врач об этом говорит, родственникам звонит. А мы, люди, не имеем права давать такую информацию. Это врачебная тайна тоже. Поэтому будьте очень осторожны с этим, чтобы закон не нарушать. И чтобы не испортить взаимоотношения с медицинским персоналом. Сейчас, слава Богу, ситуация такая, что врачи относятся к священникам и к помощникам священников очень благосклонны, потому что они понимают, что тяжелые болезни не все определяются усилием врача. Один пациент выживает, несмотря на тяжелый диагноз, а другой пациент, несмотря на относительно легкое состояние, вдруг попадает в ком и уходит из жизни. врачи с этим сталкиваются постоянно. Постоянно сами себе задают вопрос, а что это такое, почему такая разница. Поэтому они понимают, что есть промысел Божий. В этом отношении относятся, поэтому относятся к священникам, помощникам священников с большим уважением, потому что понимают, что есть еще духовная составляющая жизни, которая не вмешивается с ними. Но с другой стороны, мы тоже должны относиться внимательно и деликатно к медицинской стороне и туда не вторгаться, в эту медицинскую область. После того, как мы посетили пациентов, конечно, важно с ним поддерживать какую-то связь. Я об этом уже говорил. Я говорил о том, что хорошо ей позвонить, хорошо и навестить больного, хорошо поддерживать отношения с родственниками. Вопрос о взаимоотношениях с родственниками очень важен. Сами врачи часто нам говорят, вы знаете, может быть, пациент, который находится в коме, сейчас так уже и не нуждается сейчас вашей поддержке, а вот обратите внимание на родственников, поговорите, пожалуйста, с ними. Это действительно так, потому что родственники страдают не меньше, может быть, даже больше, когда они не знают, что происходит с их родственниками, когда они сами в отчаянии, в унынии, в страхе. И тогда им особенно нужна наша поддержка, наша помощь. И, может быть, болезнь, которую испытывает человек, она попущена Богом для того, чтобы что-то изменилось в жизни родственников его, чтобы его родственники стали ближе к Богу, чтобы его родственники стали искать какие-то ответы на свои важные жизненные вопросы, начали молиться, может быть, даже начали ходить в храм. Поэтому важно общаться с родственниками пациентов, тем более, что здесь препятствий гораздо меньше. Всегда можно встретиться, можно пригласить их в храм, можем позвонить по телефону, поэтому здесь мы должны тоже проявить свое внимание, свою заботу о родственниках, проявить милосердие не только к пациентам, но и к их родным выписки. Особенно бывает сложно, когда мы работаем, работаем, это нехорошее слово, когда мы стараемся помочь родителям больных детей. Наверное, это самая сложная задача беседовать, общаться с родителями тех детей, которые находятся в тяжелом состоянии или умирают. Дети, которые являются пациентами детских хосписов, вот это вот, наверное, очень-очень сложное, но и очень-очень важно поддержать родственников, которые не знают, а где же теперь им найти точку опоры, а как же дальше жить с этим горем, которое на них свалилось. Есть еще один вопрос, который меня тоже волнует, и я о нем много думал, о состоянии пациентов во время реанимации, во время комы. Однажды мне человек, который провел больше месяца в реанимации, позвал меня и сказал, вы знаете, я вам могу рассказать, что я чувствовал, когда был в коме. Вы знаете, я все видел, слышал, я видел самого себя, я видел врачей, я слышал, что они говорят. То есть я не был в таком бессознательном состоянии, как это обычно воспринимается, когда мы видим пациента в коме. Поэтому когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, вы помните, что пациент может все слышать. Есть такое правило, которое знают сотрудники хосписа, что человек в коматозном состоянии, при нем все равно нельзя говорить ничего лишнего, он может это слышать. С ним надо общаться так, как будто он слышит, как будто он воспринимает. Может быть сыт, он воспринимает. И то, что мы читаем рядом с ним молитвы, конечно, это не бесполезно. Мы читаем не только сами молимся, но человек может эту молитву воспринимать. Хотя мы не видим его открытых глаз, мы не понимаем слышат о нас или не слышат. Все равно мы должны это учитывать. Что человек в коме, все воспринимать и все чувствовать. Однажды нам пришлось крестить женщину при анимации. Она до больницы хотела принять крещение, но не успела. И потом оказалась в тяжелом состоянии, в коме, и мы спрашивали нашего ликарного епископа, а как нам поступать, можем ли мы ее крестить. Он нам дал благословение, мы приехали и покрестили эту женщину, и потом чудом Божьим, по милости Божьей, она поправилась, она пришла в себя, она выписалась из больницы, и она рассказывала о том, что она помнит, как ее крестили, хотя никаких признаков того, что она видит и слышит, не было. Я всегда об этом вспоминаю, когда прихожу в реанимацию. Я всегда помню слова того человека, который мне говорил, что я все видел и слышал. Поэтому помните об этом и будьте очень внимательны и деликатны. Нельзя громко разговаривать рядом с пациентом, касается вообще всех отделений, нельзя шуметь, нельзя себя вести резко, нельзя говорить какие-то вещи, не подумав, быть очень аккуратным и очень внимательным к своим словам и даже больше слушать и прислушаться к тому, что чувствует и что говорит сам пациент, сам человек. Это будет настоящее милосердие, потому что милосердие, оно никому себя не навязывает, оно не предлагает услуги как товар, оно не заставляет человека принимать эти услуги. Бывает так, что мы обращаясь к пациенту не получаем ответа, наоборот слышим грубость и нам говорят, вы знаете, оставьте нас пожалуйста в покое, уходите пожалуйста, нам сейчас не хочется с вами разговаривать и здесь конечно не надо обижаться, просто надо извиниться, простить и тихонечко уйти. Тем более подумайте о том, что вот если бы мы с вами тяжело болели, у нас что-то болело, мы испытывали сильную боль, захотели ли бы мы в таком состоянии с кем-то разговаривать, скорее всего нет. Вот это надо учитывать, что не обязательно нас будут слушать, не обязательно нас хотят увидеть, может быть людям совсем и не хочется, поэтому не надо на это обижаться, надо это воспринимать совершенно спокойно и этому не удивляться просто. Еще вопрос о том, что бывают люди разных конфессий, разных религиозных убеждений, и здесь нужна тоже большая деликатность. Ни в коем случае нельзя спорить о вере ни с кем. Ни в коем случае нельзя сравнивать свою веру с верой другого человека. А лучше найти какие-то точки соприкосновения. Это не значит, что не имеет значения для нас не имеет значения, кто мы православный или неправославный. Конечно, нет. Мы понимаем, что для нас православие спасительная вера. Но в разговоре с человеком другой религии мы не должны этих вопросов касаться. Мы не должны касаться вопросов тех, которые нас разъединяют в чем наши различия. А мы должны вспомнить о том, что есть что-то для нас общее. Например, сейчас очень много мы встречаем в больнице пациентов мусульман. У меня был такой случай, когда я пришел соборовать женщину. Когда я соборовал, я видел, как на соседней кровати пациентка поднимала руки и молилась. И потому, как она поднимала руки и молилась, я понял, что она мусульманка. Потом ей подошел и сказал спасибо, что вместе с нами помолились. Она была очень рада, потому, что она поддержала нас. И вот это вот общее, на чем можно строить диалог. И конечно можно поблагодарить за молитву и спросить, а как как вы себя чувствуете, как вы в больнице. У вас получается молиться, не получается. Можно говорить о покаянии, потому, что это тоже общее. Тоже людям понятно, что это такое. Людям разных конфессий понимают, что такое покаяние. Можно говорить об отношении с родственниками, о любви, о доброте. Это тоже общие вещи, которые нас объединили. ни в коем случае мы не должны ни о чем спорить. Мы не должны касаться каких-то противоречий, разногласий, наоборот, найти точки соприкосновения, поддержать человека. Если он другой верит, это не значит, что мы не можем к нему провести милосерие. Скорее наоборот. Мне вспоминается случай и жития преподобный Макай Великий, который шел вместе со своим учеником, и ученик пошел вперед, и он увидел языческого жреца. И ученик стал проклинать этого служителя. Говорит, какой ты мерзкий, нехороший, служишь ложным богам. И тогда этот жрец побил ученика. А потом вслед шел Макай и сказал, добрый человек, я тебя приветствую. Вот, какой ты молодец, что ты трудишься, что ты предпринял такой труд, и идешь куда-то для того, чтобы исполнить свое служение. Обратился с добрым словом, и этот язычник был очень удивлен, говорит, а как же, вот твой ученик пришел, меня вносил словами, а ты ко мне так по-дому отнесся. И с тех пор стал уважать Макаря. Понимаете, вот настоящая милосердная душа, она ко всем милосердным, без различия веры, без различия положения человека, его статуса, даже его духовного состояния. Может быть, человек очень опустившийся, слабый, грешный, немощный, все равно нуждается в милосердии. И чем больше у него немощи, тем больше он в этом нуждается, тем больше он нуждается в снисхождении в любви. И вот это важно нам с вами помнить, что мы должны быть милосердны ко всем. Сказано Евангелие, что солнце светит и на злые, и на праведные. Поэтому мы должны ко всем относиться с милосердным с любовью. Что такое служение милосердия для нас самих? Я уверен, что многие из нас, кто занимается этим служением, многие из нас пришли к этому в силу своих собственных внутренних проблем, в силу своего собственного внутреннего подвига, потому что мы сами нуждаемся в утешении, сами нуждаемся в милосердии Божьем. И чтобы найти это милосердие, мы пытаемся как-то решить этот вопрос, мы пытаемся найти себя в жизни, находимся в том, что мы служим ближним. От этого получаем радость, получаем утешение. Мы начинаем понимать, что жизнь наша не напрасна, раз мы можем послужить ближним. Таким образом, мы приходим, как говорится, не от хорошей жизни, сами. Мы приходим утешать людей, потому что сами нуждаемся в утешении. и для многих это является единственным выходом проблем. Когда приходят на исповедь люди со своими житейскими проблемами и скорбями, часто я им советую, что вы обратите внимание на то, как страдают люди вокруг вас. Подумайте, кому вы можете быть полезными, подумайте, кому вы можете помочь. Может быть, тогда вы найдете решение своей собственной проблемы, может быть, тогда вы найдете выход из своей собственной трудной жизни ситуации. Вот об этом я всегда вспоминаю. И всегда, когда мы идем в больницу, всегда возвращаемся каким-то, как будто мы что-то приобрели, мы все это приобрели. Мы приобрели, ну не знаю, как это сказать, какой-то внутренний мир, внутреннее спокойствие, внутреннее радость, что вот мы хоть чем-то служили Богу в нужном. Вот об этом я хотел вам сегодня рассказать. Вам напомнить, конечно, безусловно, эти вещи очень простые и понятные, просто лишний раз о них вспомнить всегда хорошо, всегда полезно. Я думаю, что у вас может быть какие-то возникли вопросы, готов на них ответить, готов с вами поделиться еще чем-то, если вам это интересно. спасибо, батюшка, очень все понятно, очень все просто и доступно вы объяснили. Спасибо огромное. Слава Богу. Конечно, в такой краткой беседе обо всем сказать трудно, и, конечно, я многого не коснулся. Есть разные виды служения милосердия, есть патронажная служба, есть материальная помощь, малые мощи, есть и какие-то другие внешние какие-то виды милосердия, служения, но все-таки в основе всех этих служений должна лежать любовь, должна быть искренняя внутренняя расположенность к тому, чтобы человек утешить и поддержать, дать ему почувствовать радость от того, что он в жизни не одинок, от того, что он не безразличен другим людям, что он кому-то интересен, кому-то он важен. Поэтому, конечно, мы должны с вами над собой работать, чтобы это действительно было искренне, чтобы наше служение не превращалось в такую рутинную работу, такую профессию, что вот мы ходим, что-то делаем, а на самом деле сердце наше далеко от этого стоит. Должны... Батюшка, благословитель. Да, Бог благословит. Батюшка, вот знаете, после вашей сегодняшней беседы даже не хочется задавать вопросы, а хочется просто обо всем об этом подумать, как примерить к своей жизни, даже к личной жизни, не только в смысле служения. Благодарю вас искренне. Да, спасибо вам. Спасибо. Да, я бы хотел вам сказать еще, ну, может быть, напоследок еще несколько слов о том, что вот это тот, кто ничего не делает в жизни, ему кажется, что он хорош. Когда мы живем сами для себя, нам кажется, что мы все сможем. Нам кажется, что мы и добрые, и хорошие, и милосердные. А вот когда мы начинаем, пытаемся чем-то послужить ближним, мы понимаем, как это сложно. И мы начинаем видеть свои собственные недостатки, свои собственные грехи, свою гордыню, свою самость, свое раздражительство, свою нетерпеливость. Я думаю, что служение милосердия, оно позволяет человеку в духовной жизни развиваться. И идти не вверх, как это иногда кажется, как он там к едесталу почета, к доске почета, а наоборот спусаться все глубже и глубже в свое сердце. И все больше и больше видеть там немощи, недостатков и грехов. Поэтому не удивляйтесь, если вы, служа ближнему, не испытываете какой-то эйфории, какой-то особой радости. Может быть, наоборот, чувствуете, как тяжело, как трудно, как вылезают всякие грехи, как вылезают всякие помыслы нехорошие, как все раздражает, как устаешь, как понимаешь, что ничего не получается. тут это надо принять. Просто Господь нам открывает самих себя в этом служении. Это очень хорошо, очень здорово. И мы можем, увидев это, начать по-новому исповедоваться, начать по-новому осознавать самих себя, начать гораздо глубже каяться, гораздо серьезнее относиться к покаянию. И тогда потом мы ощутим, что Господь даст нам благодать, Господь нам даст радость за это смирение. Когда мы смиримся, когда мы все это почувствуем, поймем, насколько мы немощны, тогда Господь нам даст радость и утешение. Вот я этой радости всем вам желаю. Как раз в дни Великого Поста это очень актуально, потому что, собственно, пост, наверное, для того и установлен Церковью, чтобы мы познали свое немощь, чтобы мы почувствовали, вот как трудно исполнять западе Божий, как трудно быть молитвенным, как трудно быть воздержанным, как трудно быть милосердным. Но в то же время, что с Божьей помощью все это возможно, чтобы мы рассчитывали не на себя, не на свои силы, не на свои какие-то мнимые добродетели качества, а чтобы рассчитывали только на милосердие, на помощь Божьей. И это милосердие, получив его от Бога, мы потом передавали людям, которые вокруг нас. Если у вас нет вопросов, то я рад с вами пообщаться, надеюсь, что будем дальше с вами сотрудничать, работать. Если у вас появятся потом какие-то мысли или какие-то замечания, какие-то просьбы, вы можете писать, можете обращаться к нам в сенатальный отдел, мне написать можете на почту, со мной связаться несложно, поэтому, пожалуйста, давайте будем дальше сотрудничать, трудиться, делиться своим опытом, делиться своими горестями и радостями. Желаю вам всем сил, помощи Божьей и благословения в дни Великого Поста. Спасибо, Господин Батюшка. Субтитры подогнал «Симон»